Ну что, тут солнышко, сейчас я раззанавешу, раззанавешу, хотя и так, в принципе, хорошо, просто передвину столик сюда, к солнышку. Позагораю, позагораю, сейчас принесу книжку, я сейчас немножко позагораю. Там у меня видео загружается, солнышко у меня еще на балконе, приняла душ, я как-то нужна, да, еще ногами, ну вот, такая вся эротически-экзотическая. Ох, такая все эротически-экзотическая. Просто для... да. Хотела здесь немножко водичка, а потом думаю нет. В общем, приняла душ в моей варной комнате. Вечернее солнышко, какое полезное, полезное вечернее солнышко. Ногами, еще ногами нужно позагорать. Ногами. Так, сделала красивенько. Ну, я уж не встала, купальника у меня особо нет, я встала бы в нижнем белье, вы понимаете, да, перед ванной. Можно было, конечно, нижнее белье, как-то обеиху, как-то это не очень, не очень-то легко, правда? Это у меня платье, у платья, у платья, у нижнего, у платья. Это красиво, чтобы эта ножка позагорала, и эта ножка, мне еще нужно позагорать обязательно. Продолжение следует... А потом уже продолжим. Продолжим изучение книги, в моей библиотеке. Наука быть великим. Продолжение следует... Продолжение следует... Ох, солнце, шикарно, погода, природа. Лето. Ох, лето в Санкт-Петербурге. Ноги, ноги тоже не загорают, ноги загорают. Ох, лето в Санкт-Петербурге. Лето в Санкт-Петербурге. Вот таким платьем пейзажем, как-то все в принципе не нормально. Спитально я сделал не короткое платье, не выполнен, да, это для съемочки, в общем, как-то красивее. Вот это вот вчера короткое отдело, подлиннее, подлиннее отдело платья, ну вы поняли, да? Хотя может, конечно, купальничек была, нет? Ну, купальничка нет, нижнее белье есть, ну не будешь я в нижнем белье поймать где-то, на балконе с вами снимать, хотя в принципе какая разница, купальник, купальник у меня нету. А, хорошая новость, какая-то хорошая новость в книжке. Я вам говорила, книжка Пелевина в целом фане, тысяча рублей, а тут посмотрела аудио, можно об этом, как говорится, на ютубе послушать. Вам загрузила пару книг. Думаю, чего я растерялась раньше, у меня было давно уже это аудио. Я когда-то смотрела на ютубе, там не было, по-моему, Пелевина. Не было, да? А тут смотри, можно в книжке его послушать. Это в любой исполнении или в каком-то исполнении, это пару книжек там загрузила, знаешь, какая-то сказка. Ой, в общем, что-то такое очень оригинальное, по-моему, у Пелевина, как-то и правда. Он, как говорят, знаменит, богат, книжки там огромными тиражами, что-то такое у него такое интересное. Пока еще не изучила, еще изучаю. Изучаю, еще, еще, изучаю. Вернее, я сегодня с удивлением, с удивлением обнаружила, что можно его книги послушать. Послушать на ютубе. Вот. Просто Хакамады послушала, что она прочитала его книгу, вот, и решила посмотреть книжку Хакамады на ютубе из Акуки Левина. Думаю, посмотрю, потом смотрю, открыли книжки. П Five 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 dugout. Можно стать булитом Думаю. Номерк? Номерк? Мы сейчас будем представить dio tunes. Пол~! У меня, конечно, разные есть видео, но сколько тут я уже снимала, почти каждый раз говорю, что творческая студия позитивного мышления, силы и позитивной мышцы, Татьяна Салмановна Махтул Саинцеве, я подумала, может быть, я уже как-то, кто интересуется моим творчеством, может быть, не надо как-то это, может быть, в концерте повторять, что с вами Татьяна Салмановна Махтул Саинцеве, в общем, как-то думала, я думала немножко на эту тему. Как лучше сделать? Татьяна Салмановна Махтул Саинцеве, в общем, я такая наслаждаюсь свежим воздухом, я не понимаю, кто тут нагазовал? В какой-то машине тут нагазовали, знаете, вот это вот, нагазовали, стал вот этим пахом, с этими выхлопными газами, ну зачем газовать? 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 Или можно в столу почитать, чтобы просто как-то это веление, может аффирмации, веление, что можно помещать видеосъемочку. Приятное и полезное мне. Продолжение следует... Ну что газуем? Что газуем? Работания ждут, пока вы пиццу закажете. Только у пиццы. Знаете, на троих. Знаете, сделать нечего и машины решили, что немножко погазуем тогда. Объехали бы там, куда-нибудь туда, в долгозерную, там бы погазовали. Смотрите. 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 Ох. В этом 14 машина. Мужчина. Ох. Кто-то заказ сделал. Сейчас вам восточный мужчина симпатичный. Ох. Симпатичный. Он самый из них симпатичный. Он уже сел в машину. Он сейчас вам привезет заказ. Ох. Ну да. Ммм. Такой парень симпатичный. Восточный. Пежо. Номер 014. Он уже сейчас отъезжает. Если вы сделали заказ в Токио-сити. Ждите его на этой машине. Я думаю, что он отъезжает, нет? Вот. Он уже сумочку туда положил за кадиком. Ах, какой парень симпатичный. Как вам повезло. Даже на какой-нибудь симпатичной девушке повезет. Не знаю, что они там делают. Пицца? Ну, явно, пицца или суши. А, значит, Tokyo City. Ну, да, в общем, что они там делают. Вот все, он отъезжает. Киса моя гуляет, моя девочка хорошая. В общем, он отъехал. Он отъехал, ждите его. Да, ждите, он вам сейчас заказ привезет. Ах, симпатично. И эти разошли. Так что вот эти тоже кулевые дома, наверное, заказаны. И, знаете, они, наверное, туда. Я же проколомировала их. Они туда уже пошли, наверное, с заказами. Они скучали без работы. Может быть, знаете, у них же как? Какие-то заказы чаевые. А они стоят, скучают ни чаевых, ни заказов. Так что, так что вот. Ах, вот это тоже симпатично. Ну, тот вообще. Мужчина, ну, мужчина, я же, я же говорила, не надо ставить машину на место моего хаммера. Две сумки он туда кладет. Дверь смех, чтобы не было. Увидеть стояночку. Так я их приучаю заранее, чтобы они сюда не ставили. Так поставлю хаммер. Такая приезда у Вещеркова. Понимаете? Такая Вещеркова приезда. Стоит уже до Хаммера, если бы под окна, под мой балкони. А этот занято. Я уже заранее приучаю, чтобы это место уже занято. Так что вот. Ну что, мужчина, вы не читали этого Пелевина? У него такие иронические детективы. Татьяна Салмана тоже хочет иронические детективы в этом литературном, как там, литературное чтение. Что-нибудь такое нужно совмещать. Загар и написание книг. Не надо. Ах, это черная Мерседа. Сейчас откуда будет мужчина выходить. Какой-нибудь симпатичный. Ну, куда вы поехали? Мне не будет видно, куда вы там выходите. А вот этот мужчина. Вот это вот хаммер здесь стоял. Потом он уехал. И уехал он никуда. Я за вас переживаю. Я переживаю за эти ваши заказы, за вас. И мужчина за вас переживает. Потому что вот этот, по ироническому детективу. Ну да. Вот этот хаммер, который стоял здесь, черный. Ах, этот пенсионер на самокатике. Первый раз я вижу пенсионера на самокатике. Ну, это вообще. Это вообще жесть. Он туда поехал. Он поехал в магазин. Пенсионер на самокатике. А я и думаю, у меня такое ощущение, что я уже 20 километров пробежала. А это что? А это пенсионер на самокатике. По ироничному детективу. Так что вот. А этот поехал в синий туда. А этот вот туда поехал. Ну да. Как бы они эту пиццу. Они даже, может быть, пиццу съедят. А потом вот эти. Как бы они по ироническому детективу. Они проснулись в Китае. Кто-то из Китая. Понимаете, у этого Пелевида. Там проснулся. Он как-то. Чего-то там. Этот китаец какой-то обычный. Проснулся в СССР каким-то начальником. И у него известные эти актеры, пиццы, друзья. А эти скушают, короче, эту пиццу. И проснутся вместо этого. Китайцы в Китае. На полях. Проснулся на полях. Вообще, может быть, как-то не надо так. Они потом посмотрят. Вообще, не знаю, что он скажет на нашу виду. Сказал я номер машины там. Нет? Да то что? А откуда мне брать вот эти вот. Как там? Я вот из того, что вижу, понимаете. Вот придумала я чуть-чуть. Ну не он, ладно. Не он какой-нибудь другой. Ну не надо там цепляться к словам. Что он будет цепляться? Мы же с вами изучаем эту тему. Надо быть самодостаточной. Не быть зависимой. Не надо цепляться к словам. Не надо, Татьяна Салманова, угли. Цепляться к словам не будем. У меня экспромт. У меня сразу экспромт. В общем, на полях они там просыпаются. На полях. Дальше я не прочитала. Дальше не послушала, что там у этого Пелевина. Но этому больше повезло. Нет, когда нужно наоборот. Я не понимаю, стал сигарами пахнуть. Я вообще, кто курит сигары? Я тут загораю. Одни вот это вот, как там, как называется, газуют. Потом сначала вот кто-то надушился каким-то. Это, наверное, мужчина. Здесь, наверное, какой-то живет этот, стелился какой-нибудь миллиардер. Так, а я его не знаю. А что вы теряетесь? Сначала он надушился дорогим парфюмом. Теперь он курит сигары или кальян. Нет, это не кальян. У них у них открыто. Сейчас я посмотрю. Открыто у них? Нет. Нет, у них все закрыто. Они, наверное, на дачах. Да, мы там, они на дачах. Вот. Но населился какой-нибудь миллиардер. Да куда он мог? Там закрыто. То есть, наверное, только высший этажом. Ну, какой-то. А, может быть, это Садчиков? Может, это Садчиков там, литературный у него там пишет свои статьи. И, может быть, надушился духами. Пятый этаж. Может быть, оттуда пахнет. Известный журналист. Он на пятом этаже живет, между прочим. Садчиков. Он Пугачев уже знает. А вы что думаете? Просто так, что ли? Вот это вот. Смотрите, это я тоже с ним знакома. И мама моя с ним была знакома. Я тоже с ним лично знакома. Кстати, Садчикова. Это известный журналист, который пишет про этих известных людей. Он знаком с Пугачевой. Я знакома с ним. Он живет на пятом этаже. Вот высшая, высшая. Хотя, может, не я так говорить. Ну, чего? Я уже говорю. На пятом этаже он живет. Если какая-то работа, заказы, он принимает, заказы, можете обращать. Рекламирую. Ну, а что он известный Пугачеву знает? Это не просто погулять вышел. Так что это? Я думаю, кого я знаю, он известный. Ну, он же известный. Он известный. Он знает Пугачеву. Я знаю его. И с ним пару раз разговаривала. Вот. Думаю, кого я знаю еще из-за тебя? Может, еще какой-нибудь миллиардер селился. А какой проклят селятся миллиардеры в этот дом? Ну, все. Пахнула эти нюансы как-то. Вдруг в другой место не пахнула. Ну, как говорит Анастас, пишет, что нужно жить в доме среди богатых. Тогда вот эта энергия, понимаете, вот эта энергия, изобилие, богатство, уже, понимаете, в эти потоки, вливаешься в потоки и сам богатеешь. Как можно богатеть его как-то в спальном районе? В спальном районе. Я же вам рекламу дала. Я уже забыла. Это женщина, конгресс, речь. Мы изучаем, изучаем. Кстати, я поклушала, о чем говорил Ленин, рабочий, на каком-то заводе. Так что вот. Как он и слышал. Какая-то бабушка говорила, что не надо бояться этого с оружием. Этих с оружием не надо бояться. Какая-то бабушка там говорила. Сказал Ленин в своей речи, рабочий. Я так поняла, что там эти были. Мне нужно было выявить конкуренты, противостояния были. Вот про эти конкуренты. Так я точно не выскворила, не могу сказать, я могу же их перепутать. Я сама учусь здесь перепутать. А то мы к нам еще это напишем, вы это все перепутали. Я, конечно, из истории, даже вы меня спросите. С кем там? О, а мужчина хоть в трусах. Куда вы пошли в красных трусах, в этих вот этих. Куда вы пошли, парень такой. Или все, как я слышу, ну ладно, я знаю, вот это вот. Ну ладно, в общем, потому что я могу что-нибудь перепутать. Я что-нибудь скажу вам, вот это вот. Что-нибудь скажу, как это называется. Такие фамилии, это интересные. Ну что, к чему и почему, я знаю, из истории, ну даже вот это вот. Надо как-то записывать вот это вот. Ну что-то мне подсказывает, знаете, что-то мне подсказывает, почему не те, а почему он как-то вот так вот смог все-таки сделать революцию. Это про Ленина. Хотя, знаете, там вот вот субъективное такое, далека мнение. Он же, как он говорил, земля крестьянам, заводы, как бы рабочим, да. Судя по всему, вот он хотел вот это вот. Он, наверное, и правда, хотел, знаете, как-то вот, не для себя, для себя, а вот хотел для них, понимаете. Судя по всему, такая идея у него была, самая такая идейная из этих всех. Вот. Он хотел, чтобы эти, в принципе, там, эти на земле работали, эти в заводах были, чтобы они не работали там, знаете, как-то это вот. Такая идея у него была, можно сказать, знаете, вот эти, как-то, знаете, надо как-то посмотреть. Чтобы они освободились от этого. Как, как же сказать, там, главное, что такое лишнее не сказано? А с чего состоялось, понимаете, с чего там состоялось-то россиян? Ну, из людей состоялось. Там эти простые, понимаете, эти рабочие, крестьяне, их было огромное, огромное количество. Этого высшего класса, их было намного меньше, понимаете, намного меньше. А в основном это были обычные люди, с которыми он обращался, что вот давайте, вступайте в армию, в этой армии будет вообще вот эти вот заводы, это будет, понимаете, будет земля, в общем, будете, короче, свободны, тоже, наверное, свободны. По поводу земли понимаю, по поводу чего там заводят. Поехали. Поехали. Да. Отвели. Продолжение следует... 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 или с любимым человеком или с мужем любимым, или вообще, знаете, такой романтик, я бы сказала, какой супер романтик. Супер такой, супер-супер романтик. Наслаждаться. Здесь, ну, потом еще можно, как там, вечером, когда уже темно, там раньше, да, но темнеет, вот. Нужно вечером купаться, гулять по берегу океана. Может быть, в этом что-то такое, знаете, потому что все стихи, понимаете, в таких вот южных странах, говоришь сразу солнце, вода, солнце, земля, воздух, все четыре стихи, как по фэн-шу, знаете, какая-то сплетается гармония. Потому что, знаете, вы, честно говоря, если, конечно, знаете, вот так вот, как говорят, на отдых, знаете, такая неделя отдыха или десять дней отдыха, ты вот напитываешься, понимаете, энергией солнца, купаешься в океане теплом, кушаешь вкусную еду, знаете, такая гармонизация, знаете, как это спокойно, знаете, такое спокойно все это. И приезжаешь, что же такое отдохнувшим. Ну, это же, как говорят, климат, знаете, солнце, климат, что, ну, что имеется в виду, знаете, как говорят. Нужно ехать, ну, как-то наши советские люди, они там все, знаете, на нашу юга, там, в Сочи или куда. Ну, тоже получается, что они там, фрукты, что, знаете, так можно, так это, фрукты покушать. Ждёте купаться, это фрукты кушать, это загорать, подышать свежим воздухом морским. Вот. Ну что, уверенность и защищенность – это внутреннее состояние, которое можно приобрести, взрастить в себе, а затем просто поддерживать. Пишу я на 78-й странице моей книжки. Процветание и богатство – это состояние ума. Все начинается с вашего сознания и подсознания. Когда человек понимает это, работает над собой, достигает сознания процветания, с ним всегда все будет хорошо. Он сможет пережить любые спады, адекватно отнести к большим подъему и создать для себя все, что ему необходимо. Всегда помогая другим и не ставя себя выше их, даже если знает и имеет больше. Как сказал Наполеон Хилл, я еще не видела ни одного человека, которому удалось разбогатеть, занимаясь тем, что в тягости. Богатый и процветающий человек занимается тем, что приносит ему удовольствие. У него любовные взаимоотношения со своим делом, и деньги работают на него. Почему? Потому что этот человек обладает психологией процветания и владеет знаниями. Не бойтесь быть не таким, как все. А, вот что еще. Я послушала, сегодня послушала отрывок на ютубе Ирина Хакамада. Ирина Хакамада говорила про апатию. Она сказала, мужчина спросил, есть у чекапатия, что она посоветует. Она посоветовала сделать что-нибудь необычное. Вот, а из этого необычного она сказала, что пойдите на улицу и заберитесь на дерево. Так и сказала. Или пойдите на улицу и для своего...